Страница 3. Воспоминания. Однажды на конкурсе парикмахерского искусства «Молодость России», который проходил 22 мая 2003 года в городе Волгоград, я задал своему самому первому конкурсному тренеру важный для меня вопрос. Как добиться такого успеха в профессии? Ответ на этот вопрос я помню до сих пор. Записи из дневника. 23 мая 2003 года. Ура! 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 Вчера я сделал это. Я занял первое место на городском конкурсе. Мне очень понравилось быть первым. Это очень приятно и круто. Не хочу останавливаться на достигнутом. Я буду идти дальше. Спасибо огромное Татьяне Павловне. Перед конкурсом я разговаривал с ней. Я задал ей один очень важный для меня вопрос, который я люблю задавать всем успешным людям. Как вы добились такой высоты? «Открыли школу парикмахеров. Воспитали целую плеяду волгоградских мастеров и сделали эту школу одной из сильнейших в Волгограде». На что услышал незабываемый для меня ответ. Шумайлова Татьяна Павловна. «Я всю жизнь не стремилась к каким-то высотам или славе. Я просто самоотверженно и добросовестно работала. Не жалея ни сил, ни времени. Ради любимой профессии. Жизнь сама меня вынесла и дала мне то, что я сейчас имею. Если ты будешь более амбициозен и хоть немного пытаться плыть и барахтать руками, эта река жизни вынесет тебя куда дальше». От автора «Эти слова так сильно меня вдохновили, что я собрался и выступил как мог на тот момент. Я помню ее слова до сих пор. Они стали одним из кирпичиков в фундаменте моего небоскреба. А мы переносимся в далекий 2001 год». «Тогда я не то, чтобы с ней не был знаком. Я даже не знал ее имени и не подозревал о ее существовании. Мое судьбоносное знакомство произойдет только через полгода. Почему судьбоносное, спросите вы. Чуть позже я расскажу, почему именно так и никак иначе». 2001 год. Записи из дневника. «Сегодня на перемене между парами мы дурачились и толкались с моим однокурсником Толиком. Он показал интересный прием, как выходить из болевого захвата на руку. Я немного растерялся, так как не ожидал от него такой ловкости. На мой вопрос «Где ты так научился?» он ответил «Хожу на тренировку по восточным единоборствам». «Не задумываясь, я спросил, когда тренировка?» «Завтра», ответил он мне. «Хм, я иду с тобой. С этого момента началась новая страница в моей жизни. Я назову ее «Сила воли». Нет, не Паша Волик, который из Comedy Club. Хотя я тоже проходил у него курс по оптимизации личного времени, который именно так называется – «Сила воли». Кстати, именно он задал нам один интересный вопрос во время прохождения курса. «Ребята, вы все делаете кучу дел. Среди этих дел реализованы проекты, задачи, но среди них нет вашей семьи. Почему? Вы что, их не видите от слова «совсем»? И не уделяете им вообще никакого внимания?» «И дал нам понять, что семья – это тоже работа, которой нужно уделять время. И если ты не способен вспомнить о ней, то запиши ее тоже в график и отведи на семью время». Это может звучать немного лицемерно или нелепо. Но ведь вдумайтесь, если мы планируем свой день, и он весь расписан делами, у нас и вправду на семью просто не остается времени. Тогда, в 2001 году, ходя на тренировку, я упорно тренировался и интуитивно старался выполнять все, что говорил мне тренер, максимально правильно и четко работая с ним в параллели. Но основную ценность всего происходящего тогда я осознаю только сейчас. Да, впрочем, как многие вещи, которые происходили со мной по воле случая, я лишь сейчас понимаю, как это все важно и на какие мелочи необходимо было обращать внимание. 18 июня 2001 года. Запись из дневника. «Сегодня на тренировке было очень непросто. Тренер поставил меня с взрослым, крупным и сильным соперником. Он меня погонял. Я очень устал и испытываю небольшой страх. Ведь завтра мне опять на тренировку, и опять тренер поставит меня с ним. А мне так нравилось парынговать с ребятами чуть послабее». Воспоминания. «Придя домой с тренировки, уставший и побитый, я отправился умываться и кушать. За столом папа спросил меня. «Сын, как прошел день? Я вижу, что ты какой-то не свой. Я же на тот момент думал только о том, как получил на тренировке, и испытывал сумасшедшее чувство обиды, небольшого страха и желания больше туда не идти. Я рассказал папе о том, что произошло на тренировке, на что он ответил мне. «Сынок, не боятся только дураки, а настоящий мужчина именно тем и отличается, что преобладая свои страхи, делает то, что должен делать». Диалог был короткий, но емкий. Преодолев свой страх благодаря своему отцу, я отправился на тренировку. 20 июня 2001 года. Запись из дневника. «Я был абсолютно прав. Тренер поставил меня с тем же сильным соперником. И опять он набил меня. Немного. Тело болит, но назад уже пути нет. Папа все знает и наблюдает за мной. Я не могу его подвезти и сдаться. Придется ходить и доводить начатое до конца». Спустя несколько месяцев упорных тренировок я стал увереннее работать в спарринге. И таких сложностей, как были изначально с этим противником, я не испытывал. Но уже совсем скоро я испытал новый дискомфорт. Отсутствие серьезных противников. Конкурентов. От которых у меня появлялся бы небольшой страх или волнение. Ко всем, кто был на тренировке, я привык. И это стало расслаблять. Я перестал работать во всю силу, так как не было серьезных противников, и я не видел, куда расти. В этот момент я понял. Мне стало немного скучно. И однообразно. Но я продолжал ходить и тренироваться от безысходности. От автора. Сегодня я понимаю, что происходящие тогда события ни на йоту не давали мне задуматься о том, что я входил в режим стагнации. И лишь по воле случая и обстоятельств мне пришлось уехать из Волгограда в город Воронеж и сменить место тренировок. Тогда я не понимал, каким боком тренировки могут повлиять на мою профессию. Я помню слова тренера «Дерись с лучшими, чтобы быть лучшим». Чуть позже вы поймете, как это правило применило себя в моем творческом пути и по воле случая ведет меня по жизни. А слово «Дерись» сегодня я заменил на слово «Учись». Дело в том, что бойцы учатся в спарринге, а бояться сильных значит не учиться у них. Таким образом эта фраза закрепилась в моем фундаменте, как «Учись у лучших, чтобы быть лучшим». 13 февраля 2003 года. Запись из дневника. Скоро едем со сборной команды города Волгограда на конкурс в Сочи. Я в сборной. Сегодня я тренировался на модели Женьки в номинации «Мужская классика». В нашей команде три мужских мастера. Странно. Мы вроде бы все одна команда и должны быть как одно целое. Ну, так говорит наш тренер. Но я все равно хочу быть первым, хочу быть лучшим. И анализирую, кто, что и как делает. Сегодня я возвращался домой и выбрал в троллейбусе самое удобное место. Впереди у водительской кабины. На возвышении. Она как пьедестал. Выше всех. Прижавшись вязаной шапкой к окну, я смотрю на замерзшее стекло. Одной рукой ковыряю лед пальцем на окне. А в другой верчу расческу, отрабатывая движение, которое показывал тренер. И думаю о том, что, зачем делал. И почему что-то не получалось. И как этот же элемент делала Настя, девушка из нашей команды. Параллельно сравнивая ее работу со своей. И тут меня осенило. Не то, чем отличаются наши действия, а в слове, из-за которого я все это анализировал. Конкуренция. Если бы не она, если бы не ее уровень работы, я бы так не переживал и не думал о том, что кто-то лучше меня. Эврика. Конкуренция движет прогрессом. От автора. Именно тогда я подумал о том, что конкуренция движет нами и нашим прогрессом. Конкурентов нужно искать, а найдя ценить и уважать. Так как если бы их не было, мы бы не знали, над чем нам работать, куда стремиться и где тот высочайший уровень, которому необходимо идти. А следовательно, не было бы нас, как профессионалов тоже. Смешно. Но именно тогда в троллейбусе, двигающемся по маршруту тракторный Красный Октябрь, я самостоятельно вывел первую логическую цепочку, которая также стала камешком в моем фундаменте. Конкурентов нужно ценить и уважать. Именно они – наше развитие и будущий профессионализм.